МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Газ в деревнях, школьные перемены и наличные по требованию. В Беларуси разрешили снимать кэш в кассах магазинов. Основы математики. Работники Бобруйской скорой возмутились размером надбавок. Расставляем точки над И. 5,5 миллионов заболевших. Коронавирус атаковал Латинскую Америку. Кристина Рьянс узнала, как мир борется с пандемией. Жирное не значит вредное. Ученые доказали спасительные свойства молочки. Людмила Любинцева подсела на кефир. Крушение самолетов в Пакистане, яблочные презентации и цифровые паспорта иммунитета. В Эстонии тестируют новинку. Политическая эстафета. В стране продолжается кампания по сбору подписей за кандидатов в президенты. Президенты на главный пост должны поддержать минимум 100 тысяч человек. Во время работы каждый член инициативной группы должен держать при себе удостоверение о Центризбиркома. Документ, подтверждающий личность. Избиратель может поручиться сразу за нескольких человек. За каждого по одному разу. В бланке надо указать полное имя, фамилию, отчество. Расписаться в таблице и поставить дату. Собирать подписи за кандидатов будут по 19 июня. Тем временем в Бобруйске обсудили организацию выборов. Районные комиссии определили секретарей, заместителей и председателей. Первомайскую возглавила Наталья Засимкова, Ленинскую – Николай Плаксицкий. Сегодня зарегистрировано таких групп 15 инициативных по сбору подписей. Ну, а уже кто там соберет эти 100 тысяч подписей, станет известно после того, как все комиссии Республики Беларусь, то есть районные, городские, проведут проверку соответствующую, составят протоколы. И итог мы будем видеть уже где-то в июле месяце. Инвестиции в недвижимость, лекарства на дом и перемены слагаемых. Школьников с коронавирусом освободили от экзаменов. Чем еще страна жила на неделе, спросим у моего коллеги Владислава Боева. У него самый подробный обзор громких сголовков. Банкоматы уходят в прошлое. В Беларуси разрешили снимать наличные прямо в кассе магазина. За раз на руки выдадут максимум 5 базовых величин. Сегодня это 135 рублей. Натбанк и Совет министров наделил правом юридические лица и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются торговлей, ремонтом или оказывают услуги. В деревнях и местечках новшество заработает уже 5 июня, в городах после Нового года. Школьников, которые подхватили коронавирус или считаются контактом первого уровня, освободили от экзаменов. Об этом заявили в Минобразовании. Учебный год завершится, как и планировалось, 30 мая. Расписание испытаний также не изменится. А вот выпускные вечера в этом году канули в лету. Аттестаты рекомендуют вручать в торжественной обстановке. Дети получат документы 10 и 11 июня. Останется время, чтобы подготовиться к ЦТ. Тестирование перенесли почти на две недели. Абитуриенты проверят знания по белорусскому языку лишь 25 июня, по русскому 26 и 27 числа. Список изменений на ваших экранах. За три месяца строительная отрасль получила почти 54% всех инвестиций. На пару пунктов больше, чем за такой же период 2019-го. Люди и компании активно вкладывают средства в жилую недвижимость. Лишь в этом году для новоселов возведут 4 миллиона квадратных метров. Четверть за бюджетные деньги. За первые четыре месяца сдали 12 тысяч квартир. Минздрав опубликовал список аптек, которые могут доставлять лекарства. Всего 29 компаний. Заказ надо оставлять на сайте организации. Провизор обработает заявку и отправит посылку. Спецуслуга распространяется только на безрецептурные препараты и продлится до 1 июля. За пять лет в Беларуси газифицировали почти 600 деревень. Проложили больше 9 тысяч километров трубопровода. Уже подключены все города и райцентры. Белтапгаз также постепенно внедряет в топ-системы. С ними ремонтировать или заменять участок можно без отключений. Информация про подачу и использование голубого топлива генерируется в Центральном штабе. Папа Римский назначил нового депредставителя в Беларуси, сообщает пресс-служба Ватикана. Апостольским нунцем синекой стал Антей Йозич. Ранее он работал в Индии, России, Филиппинах, Кот-Дивуаре. Презентация Apple, цифровые паспорта в Эстонии и суд в Сингапуре. Моя коллега Кристина Риан сдержит руку на пульсе громких новостей из-за рубежа. С наступлением пандемии мир частично ушел в онлайн. В Сингапуре даже судебные дела стали рассматривать по видеоконференции. Более того, впервые в истории приговор вынесли виртуально. Все подробности в конце больших итогов. Спасибо, мои коллеги Кристины Арианцы и Владислав Боев с обзором громких новостей недели. Мы продолжаем. Коронавирус не сбавляет обороты. В мире фиксируют новые вспышки эпидемии. Лидером по числу зараженных остаются США. На втором месте Россия. Следом Бразилия и Великобритания. Замыкает пятерку Испания. Добро пожаловать на Пиренейский полуостров. Португалия уже готова принимать туристов. Об этом сообщили в МИДе. В ведомстве отметили, несмотря ни на что, всем пассажирам в аэропорту придется проходить санитарный контроль. В стране проходит вторая фаза ослабления карантина. Открываются магазины, бары, рестораны, кафе и музеи. В особом режиме заработали детские сады. Старшеклассники вернулись в школы. Родственникам разрешили навещать близких в домах престарелых. Между тем, в ООН обеспокоены уровнем фейков и конспирологии вокруг пандемии. В Америке заявили, в случае второй волны эпидемии не будут вводить ограничения. А вот что еще было на неделе. Коронавирус захватил организм почти 5,5 миллионов человек по всему миру. Больше 2 миллионов выздоровели. Пик эпидемии фиксируют в Латинской Америке. В Перу заразились свыше 100 тысяч жителей. 3 тысячи жизней спасти не удалось. В Бразилии число инфицированных перевалило за 310 тысяч. Там COVID-19 убил каждого 15-го. Минздрав оперативно изменил протокол лечения. Противомалярийный препарат хлорохин теперь принимают на всех стадиях болезни. Я думаю, пока недостаточно проведено исследований по хлорохину ни в Бразилии, ни в других странах. Необходимо убедиться в его эффективности. Так что нужны дополнительные и более глубокие исследования. В Старом Свете новая жизнь. Британцы возвращаются на работу, продолжается послабление карантина. Тем не менее, власти Соединенного Королевства призывают граждан носить маски и соблюдать социальную дистанцию. В поездах повесили емкости с антисептиком. Пассажирские потоки разделили. Как еще защищают пассажиров на транспорте? Я думаю, что на станциях с высоким пассажиропотоком вы увидите больше сотрудников метрополитена, которые будут контролировать и регулировать передвижение людей, в том числе на входе в подземку. Карантин для путешественников. С 8 мая всех прибывших в Великобританию отправят на самоизоляцию. Две недели один на один. Нарушителей оштрафуют ни много ни мало. На тысячу евро. Исключение для госслужащих, медиков и сезонных рабочих. Мы будем проводить выборочные проверки. Иностранцам, которые не станут выполнять наши требования, откажут во въезде на территорию страны. По другую сторону Ла-Манша уикенд продолжается. Несмотря на ограничения, люди вышли на пляжи, загорают. В Италии до сих пор не могут поверить, что пик эпидемии пройден. В больницах остаются менее 10 тысяч коронавирусных больных. Завтра здесь откроют кафе, бары, магазины, парикмахерские церкви и музеи. Открыться не значит тут же выправить экономическую ситуацию. Доходы будут невысокими. Мы занимаемся развитием локального туризма. Рассчитываем на приезд жителей нашей коммуны, нашего региона. Диагноза полчаса. В белорусских поликлиниках появились экспресс-тесты на COVID-19. Контакты первого уровня сдают анализ дома. В лабораториях вирус выявляют с помощью реагентов. У медиков благоприятный прогноз. Мы оценили ситуацию в Витебске, где мы видим явное снижение заболеваемости пневмониями и уменьшение количества пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Отрадно о том, что мы регистрируем снижение заболеваемости пневмониями в городе Минске. И в Витебске онкодиспансер вернулся к своей привычной работе. И там уже выполнены первые 30 операций. Бобруска держит руку на пульсе безопасности. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в очередной раз проверили ритейл и общепит. Рейд пришелся на Санту в седьмом микрорайоне. Каждая уборка с применением ДЭС-средств в обязательном порядке. Конечно, конечно. У нас есть канистра, конечно. Даже 20-литровая. Спустя две минуты в торговый зал выносят несколько видов антисептиков для обработки рук, оборудования, полов, дверных ручек, корзинок. Так, дальше полидез. Полидез мы разводим, обрабатываем, получается, все поверхности. Утренний фильтр или так называемый журнал здоровья здесь как будто настольная книга. Температуру измеряют перед каждой сменой. Сотрудников с недомоганиями отправляют домой. Советуют вызвать врача. Правила безопасности распространяются на весь общепит. Кафе, рестораны, бары. С нарушителями разговор короткий. Было проверено более 240 объектов. И нарушения в части профилактики распространения коронавирусной инфекции были выявлены в 55% случаев. В 45 объектов была приостановлена деятельность. Внезапные инспекции проводят регулярно. Смотрят, как соблюдается социальная дистанция. Проверяют чистоту и экипировку сотрудников. Они должны быть в маске и перчатках. Кристина Риянс, Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Накануне медперсонал Бобруйской скорой неоправданно возмутился из-за надбавок за работу в пандемию. Руководство города и представители облздрава встретились с врачами, медсестрами, водителями. Расставили все точки над «и». Наша съемочная группа весь день следила за развитием этого сюжета. Мы не верим в это. Вы обманываете людей. Давайте еще раз. Подстанция скорой медицинской помощи. Бобруйск начала первого дня. Фельдшеры, врачи, водители что-то возмущенно обсуждают прямо на парковке. Недопонимание возникло после того, как сотрудники скорой медицинской помощи в расчетных листах не увидели сумму, которая прописана в 131 указе президента. Люди недовольны. Мы все рискуем жизнями, своим здоровьем, выходя на работу и находясь сутки в тесном коллективе. Среди наших работников на данный момент имеются ковид-подтвержденные случаи. Очень много отрицательных результатов. И людей ведут пневмонии. И выявляется пневмония. По моему мнению, может быть, я не эксперт, но сейчас правильно расценивать, что любую пневмонию – это как ковидная пневмония. Яблоком раздора стала неправильная трактовка указа. Многие рассчитывали на доплату 1-3 тысячи рублей. Хотя в документе черным по белому сказано – оплата посменная. Надбавки же положены лишь тем, кто работал с опасными инфекциями, ковидными пациентами или контактами первого уровня, подтвержденными, уточняется в разъяснениях Минздрава. В указе прописаны конкретные суммы, но приходило очень много разъяснений. Министерство здравоохранения, где были даны разъяснения, что в зависимости от отработанных смен, согласно табеле работы, выплачивались вот эти надбавки. На возмущение персонала, в котором, к слову сказать, немалая часть водителей, мигом отреагировали власти. Запланированная встреча председателя горисполкома Александра Студнева и медработников прошла в центральной больнице. Пообщаться с теми, кто сейчас на передовой, приехал и глава облздрава Александр Старовойтов. Указ разложили по полочкам. Кому и сколько. Медработники охладили пыл. Во всей республике, да и в Могилевской области, существует методика того, что кому бы ты не оказывал медицинскую помощь, ты должен быть готов к столкновению с коронавирусной инфекцией, соответственно, применять средства индивидуальной защиты и оградить себя от заражения. Видео со смартфонов недовольных сотрудников подстанции и тот час разлетелись по соцсетям. Инцидент в Бобруйске попал в заголовки СМИ. Некоторые издания поспешили написать лишь про тех медработников, кто возмутился. За кадром остались довольные размером надбавок. Особенно ретивые акулы пера и вовсе запестрили псевдосенсациями. Копья полетели в сторону коллег из белтелерадиокомпании. Мол, медики возмутились съемками сюжета. На деле корреспонденты честно выполняли журналистский долг. Приехали объективно осветить инфоповод. 36 часов, как положено, оплатили. Вот сколько работало, столько и оплатили часов. Доплаты были произведены всем сотрудникам скорой помощи, которые оказывали медицинскую помощь, пациентам с подтвержденным COVID-19 или пациентам, которые оказывали медицинскую помощь, контактам первого уровня. Надбавки при разовом контакте с зараженным пациентом начисляются посменно. В один голос, твердят специалисты, максимальное поощрение положено лишь тем, кто сражается с коварной болезнью непосредственно на передовой. По этому поводу высказался и глава Минздрава Владимир Караник. Те, кто действительно 10 дежурств постоянно занимался оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусной аффекцией, то, кто на одном дежурстве осуществил перевозку этого пациента, по-моему, несправедливо о том, что они получат абсолютно одинаковые доплаты. Здесь мы выполняем принцип социальной справедливости и жесткого следования указа президента. То есть все, кто контактировал с этими пациентами, получат доплату. Минимально – это смена. Максимально – это за полный месяц работы. На борьбу с заразой поддержку медикам брошен и без того колоссальный ресурс. Персонал поддерживают и словом, и делом. Это при том, что статьи городского бюджета на остальные сферы никто не отменял. Казна не резиновая. К слову, за апрель 2020-го на выплату надбавок сотрудникам скорой медицинской помощи выплачено чуть более 37 тысяч рублей. Ситуации бывают всякие. Такова жизнь. Важно помнить – всегда можно найти выход. А если происходит недопонимание на уровне организации, стоит помнить – с вопросами и проблемами всегда можно обратиться и в Бобруйскую центральную больницу, и Бобруйский горисполком. Без ответа не останется ни одно обращение. Мария Бересневич, Николай Силков, Владимир Гребеневич, Максим Галеонко. Итоги недели. В Беларуси продлили программу семейного капитала. В некоторых случаях деньгами теперь могут распоряжаться родители. Как это работает, спросим у специального гостя эфира, заведующий отделением по предоставлению социальной поддержки ТЦСО на Первомайского района города Бобруйска Людмила Миранович. Сразу вопрос. Скажите, кому полагается семейный капитал и на что можно потратить деньги? На назначение семейного капитала могут рассчитывать семьи при рождении третьего или последующих детей. Также при их усыновлении или удочерении. Средства семейного капитала могут быть потрачены на обучение, на медицинские платные услуги, на получение высшего образования и на другие цели. Скажите, как изменились правила в этом году? Что стало доступнее многодетным семьям? Многодетным семьям с 1 января 2020 года указом президента о семейном капитале были расширены направления досрочного распоряжения средствами семейного капитала. В том числе, по соответствии с данным указом, досрочное распоряжение средствами семейного капитала можно использовать на строительство, реконструкцию или приобретение жилых помещений, на погашение кредитов на эти цели, погашение пени членами семьи, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также состоящими на настоящем учете на момент заключения кредитного договора. На данное досрочное использование средств семейного капитала может быть использование на платные медицинские услуги, в том числе стоматологические услуги. Досрочное использование средств семейного капитала может быть использовано на получение платного высшего образования первой степени, среднего специального образования в государственных учреждениях образования. Накопительную пенсию для матери или мачьи в полной семье, или родителю в неполной семье. С 1 января 2020 года семейный капитал начисляется в белорусских рублях в размере 22 500 рублей. Скажите, пожалуйста, как работает программа семейного капитала в Бобруйске? В Бобруйске для назначения семейного капитала или для досрочного использования семейным капиталом нужно обратиться в администрации районов. Создала служба «Одно окно», которая занимается приемом документов для назначения капитала или досрочного использования средств семейного капитала. Туда нужно подходить с пакетом необходимых документов, паспорт членов семьи, которым назначался семейный капитал, свидетельство о рождении детей или паспорта, если они у них имеются на дату подачи заявления, решение администрации того местного органа, которым назначался семейный капитал данной семье, договор об открытии депозитного счета на семейный капитал, ну и документы, подтверждающие необходимость той или иной медицинской процедуры. Справка из поликлиники в том, что данный гражданин или в отношении которого собираются использовать досрочно семейный капитал, нуждается в той или иной услуге. Как правило, в Бобруйске тратят на детей деньги или же на других? Ну, основная масса, как я уже говорила, заявлений на досрочное распоряжение было на улучшение жилищных условий, то бишь это для семьи. Потом были на образование это были и родители учились, и дети. И на стоматологию основная масса родителей. В первом квартале 2020 года было принято 132 решения на досрочное использование средств семейного капитала администрации Первого майского района. 120 из них были на строительство, реконструкцию или приобретение жилых помещений. 7 было для получения образования и 5 на медицинские цели. В течение трех лет, с момента наступления 18 лет, ребенком, с рождением которого в семье возникло право на назначение семейного капитала, никто из членов семьи не обратился за назначением семейного капитала, распоряжением средствами. Значит, эти средства уходят в республиканский бюджет. Если семья при рождении третьего и последующих детей или усыновлений, или удочерений пропустила срок подачи заявления на назначение семейного капитала, то в данный момент, с этого года, они имеют право обратиться в местный распорядительный и исполнительный орган для восстановления срока действия уже. Если администрация посчитает, исходя из каждого индивидуального случая, что срок можно восстановить, он будет восстановлен. Если было решение о распоряжении средствами семейного капитала, но в течение пяти лет эти средства не были использованы, после наступления 18-летнего возраста ребенка, с рождением которого в семье наступило право на назначение семейного капитала, то эти нерасродованные средства также должны быть возвращены в республиканский бюджет. Людмила Миронович, заведующий отделением предоставления социальной поддержки ТЦСО на Первомайского района города Бобруйска. Спасибо, что нашли время. Сейчас к другим темам. Пандемия усилила значимость продовольственной безопасности. Об этом заявил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Олахович. Ранее на заседании Собеза ООН эксперты предостерегли. Из-за коронавируса человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба. Синякой это не грозит. Страна обеспечивает себя едой на 80%. В остальные 20% входят кофе, чай, цитрусовые и прочая экзотика. Львиная доля продуктов с пометкой «Сделано в Беларуси» уходит на экспорт. 30% мяса, 60% молока. Лишь за первый квартал он торговали на 1,4 млрд долларов. Почти на 10% больше, чем за такой же период 2019-го. Пейте, люди, молоко, будете здоровы. Учёные доказали спасительное свойство белого золота. Людмила Любимцева узнала подробности. Не хлебом единым. Учёные доказали пользу молочки. Исследования опубликовали в американском медицинском журнале. Экспериментальные группы создали в 21 стране. Собрали более 147 тысяч человек разного возраста и статуса. Организаторы узнали привычки и истории болезни участников. Наблюдения растянулись на 9 лет. К выбору питания всегда необходимо подходить осознанно, потому что мы есть то, что мы едим. И на самом деле ведь молоко, вообще само по себе молоко, это первоисточник пищи, который мы получаем при рождении. Молоко богато витаминами, богато ферментами, богато также кальцием. Треть участников страдали от повышенного давления. Низкого уровня полезного холестерина. Жиров и глюкозы, наоборот, было слишком много. Результаты исследований оправдали надежды учёных. Молоко, сыр, творог, йогурт в рационе критической группы снизили риск ухудшения здоровья на 24%. И за дня в день люди съедали по две порции полезных продуктов. Впрочем, бобруйчане тоже охотно лакомятся дарами от бурёнки. Мы любим кефир, мы любим молоко. Ой, чаще всего мы пьём кефир, потому что мама иногда, бывает, нарезает укропчика и лука, и туда кефирчика два литра. Мы этот салатик съедаем весь, за день. Молоко, ну только 1,5%. Моя семья употребляет молоко, это наше ежедневное рационе молоко. Значит, молоко мы берём 3,2 жирности, сметана 26. Полностью здоровые участники также получили пользу. Шансы стать диабетиком, гипертоником или забить сосуды уменьшились на 10-12%. Учёные обратили внимание, молочка должна быть натуральной и с высокой жирностью. За раз достаточно съедать 120 граммов творога, около 20 граммов сыра, упаковку йогурта или выпивать стакан молока. В условиях пандемии медик рекомендует тщательно следить за своим питанием, выбирать полезные продукты, есть больше сезонных овощей и фруктов. Это поможет укрепить иммунитет. Людмила Любинцева, Владимир Гребеневич. Итоги недели. Яблочные новинки, деление по крови и последний полёт. В Пакистане разбился пассажирский Airbus. Далее обзор самых обсуждаемых мировых новостей. Слово Кристине Арианс. Власти Пакистана подтвердили гибель 97 человек в авиакатастрофе возле города Карачи. Лайнер рухнул на жилые дома в пятницу. Самолёт летел из Лахора. За несколько секунд до катастрофы пилот сообщил диспетчерам о проблемах с двигателями. На борту находились 99 человек. По последней информации, есть и выжившие. По заверениям спасателей среди местных жителей, смерти не зафиксировано. Причина крушения устанавливается. На месте продолжают разбирать завалы, ищут тела людей. Верховный суд Сингапура впервые вынес смертельный приговор в режиме видеоконференции. Инстанция рассматривала дело контрабанды наркотиков жителей Малайзии. 37-летнего мужчину признали виновным в торговле героином. Вердикт огласили по видеосвязи ради безопасности всех участников слушания. Эстония начала тестировать цифровые паспорта иммунитета. Документ, по словам властей, позволит людям быстрее вернуться на работу. Система будет собирать результаты тестов на антитела коронавирусу и делиться данными с другими людьми. Разработкой занималась команда, в которую вошли основатели успешных стартапов в области высоких технологий. А вот во Всемирной организации здравоохранения неоднозначно относятся к такого рода новинкам. Пока не ясно, на какой период после выздоровления от COVID-19 распространяется иммунитет. В этом году Apple проведет ежегодную презентацию в новом формате – онлайн. Всемирная конференция разработчиков начнется 22 июня. Участие бесплатное. Параллельно компания проведет конкурс. Участники смогут продемонстрировать навыки программирования. В первый день презентуют новые версии операционных систем. У зрителей появится возможность пообщаться с инженерами. К слову, на минувшей неделе в сеть утекли данные о новых очках виртуальной реальности стоимостью 500 долларов. По дизайну яблочный аксессуар максимально похож на обычные очки. Apple Glasses будет сопрягаться со смартфоном, и вся обработка данных будет происходить на iPhone. У фанатов Гарри Поттера появился повод для расстройства. Оказалось, все это время они ходили не в то кафе. Автор Нитленке не придумала роман в эдинбургском ресторанчике. И все же, по легенде, именно там Роулинг сделала первые заметки сюжетом книги. Вывеска у входа гласит «Место рождения Гарри Поттера». Поклонники специально приезжали в Шотландию, чтобы посидеть там, где зародилось волшебство. Но писательница развеяла миф. У себя в твиттере Джоанна заявила, к тому моменту, когда она впервые переступила порог заведения, работа над Гарри Поттером шла уже несколько лет. Вот так и рушатся мечты. Так что надо быть аккуратнее. У меня все. Спасибо, моя коллега Кристина Ариан с обзором громких новостей из-за рубежа. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин